Ну что, дамы и господа, сейчас мы поделимся с вами планами на этот день. Кстати, если вы еще не планируете каждый свой день, вы поступаете глупо. Нужно обязательно знать, что вы в этот день будете делать, чем заниматься, чтобы время не потратить впустую лежать на диване, и так и день пройдет. Поэтому... Как быть в планах лежать на диване как раз. Это очень плохие планы. Не нужно такие нам планы. Так, нужно двигаться, нужно чем-то заниматься, нужно зарабатывать деньги, нужно путешествовать в разные далекие города и страны. В общем, ладно, вернемся к нашему распорядку сегодняшнего дня и нашим планам. Сейчас мы идем делать черепаху большую. Черепаха, посмотрим, получится или нет, но она должна у нас получиться. Мы делали в Аранах, кто не видел это видео, посмотрите. Там мы отправлялись в Айанапу как раз, а утром на пляже лепили из песка барана. В Аран получился классный такой, рептилия интересная. Вот, сегодня в плане в распорядке дня черепаха поплаваться, может, пару кадров снимем. Затем мы возвращаемся в номер, Насюша спит. Я монтирую, пытаюсь загрузить вам видео на YouTube. Тут скорость паршивейшая. Это иногда не удается сделать. Для того, чтобы хоть как-то видео загрузить на YouTube, мне приходится идти на ресепшен и работать за компьютером там, что очень злит Олю. Почему тебя это злит? Потому что мы на отдыхе, и терять время на ресепшен за такие деньги, это глупость. Можно загрузить это все в Киеве просто. Можно, конечно, это все загрузить в Киеве, и так получится, что некоторые влоги вы увидите только в Киеве. После того, как я возвращаюсь с ресепшена, мы кушаем, тусуемся некоторое время в номере. А потом, после обеда, где-то часа в 4-5, терра в 5 скорее, мы сегодня отправимся снова на вкуснющие морепродукты в ту же Исаак-Таверну, потому что нам там безумно понравилось, где мы ели рыбное мезе. Помните, да? Мы решили еще посетить это заведение и вкусить точечно отдельные блюда, потому что объедаться не хочется, и рыбная мезе-тарелка еще одна в нас просто не влезет. Дальше у нас после поедания вкусностей следует магазин Плюс скупиться. Или сначала Плюс, а потом поедание. Не, наверное, сначала поедание. Скупиться, а потом... Да, ничего, посмотришь видео потом. Вот, потом возвращаемся в отель, жена ведет Настюшу на дискотеку детскую. И потом... Ты сегодня поведешь? Может и я поведу сегодня, не знаю. А я на ресепшен. А ты на ресепшен будешь влоги монтировать и загружать. А что? Может быть поменяемся ролями. Вот, и еще сегодня у нас ждет бутылочка вина, оливочки и вкусности, которые мы купим в Плюсе. Вот, вот так вот проходит наш сегодняшний денек пройдет. Это можно заканчивать видео, вы уже все знаете. Но жизнь, она такая, знаете, непредсказуемая штука. Помните, как с попугаями? Иду, баг-шоу попугаев, надо вам заснять. Так что, что нас ждет на самом деле, мы не знаем. Мы только сможем планировать, а как оно получится по факту. И тем и прекрасна жизнь. И тем и прекрасны эти влоги, которые вы любите смотреть. Друзья, мы идем на пляж. Черепаха тортила, начало. Черепаха немного вкладывается. Настюха повела маму купать. Обычно мама Настю вела купать, а теперь наоборот. Настя повела маму в море. И уже не холодно, и мне еще холодно заходить, а ей нормально. Ай, классно. И зашвай сразу прыгает. Первым делом нужно огромную гору песка натаскать. И немножко ее пригладить панцирь. Мне на броненосца похоже. Или на этого, знаешь, с иголками. Нет, это черепаха крутая будет. Нет, а панцирь нужно и в квадратиках. Помнишь, как черепашки-ниндзя? Вот такие будут. А еще будет голова. Море великолепное. Настюше веечку мама приносит. Что-то Настюша тоже там. Орудует. Черепаха приобретает уже окрас. Такая вот черепашка получилась. Что? Это начало. Что же? Черепаха начало называется. Это Донателло наша. Что, будем всю команду черепашек? Нет, только одну. Рептилия получается красивая. Смотрите, вообще класс. Классная. Ну, лапки мои чуть-чуть потом тоже подправим. Окантовочку Оля сделала красивую. Ребята, лайк за черепах. Кантик прикольный получился. Вообще супер. У нее какие-то такие глаза идут. Нормально, классно. Брови сделай, да. Сейчас брови в тренде. Черепашонок. С большой головой. Это большой головой черепашонок. Нормально, прячься так. И все. Все останавливаются, улыбаются. Наши черепашки. Да, это вот, класс. Ласт. Брослая тетя лепит. Черепашка черепашка. Ну, потому что это классно. Ну, вот, практически готова наша черепаха. Остались только такие штришки небольшие. Будет вообще рельефная очень черепашка. И что мы сделали, Настю? С мамой мы изрядно потрудились. Настюш, смотри. У нас самая лучшая черепашка. Черепашка. Смотри, черепаха. Все, черепаха. Ура, мы сделали это. Мы построили большую черепаху, как и хотели. Один пунктик из сегодняшнего дня дан. Настя тоже оставила свой след на черепахе. Ух ты, какая девочка красивая, улочка. Ребят, будьте на Кипре, обязательно купайте вот такой мед. Мели Ан Келн. Блассом Хани. Короче, он обалденный мед. Я этот мед искал везде. Я его один раз попробовал в Турции, с тех пор я не мог его найти. А тут я его нашел на Кипре спустя 10 лет. Жена говорит, удиви меня чаем. Сейчас посмотрим, смогу ли я удивить ее чаем. Ваш чай. Благодарю. Ну, как тебе чай? Вкусный. Футовый. Смешала два каких-то пакетика? Или один? Да пусть останется моим секретом. Неповторимым. Да. Можно? Конечно. Хорошо. Вставай. Вставай. А теперь иди. Вот так, молодец, Настюша. А мы куда идем? А мы куда идем? Все по плану. Мы идем. Как вы поняли, на наш ужин. Место для ужина мы выбрали. Таверна. Таверна. Исаак, таверна, где мы ели мезе, и нам там безумно понравились. Мы немножко выбились из графика, думали идти в 5 часов, вышли в полшестого. Ну, такое бывает. Опять же. Потому что кто-то лежит в окон. Кто? Вы посмотрите, разоделся. Школьник. Вот рюкзачок. Рюкзак, белая рубашечка, шортики, носочки, красковочки. Жалко, носочки не белые. Надо было белые взять. Ну что, мы уже приехали. Вон впереди виднеется порт. Там стоит черная жемчужина. И там находится одна из самых вкусных таверн в Вайонапе. Другие мы не пробовали. Да, другие мы не пробовали, поэтому одна из. А теперь шоколадово. Да, где-то здесь. Ну вот, наверное, здесь. А вот еще gift line есть. Большой сувенирный рай. Место встречи изменить нельзя. Вот те же лица. Туда же не денутся. Ну да. Ну что, друзья, заняли мы наш тот же столик. Да, и на этот раз мы решили не заказывать мизе, а взять по отдельности те позиции, которые нам понравились. В частности, это рыбка, это креветки, это мидии и кальмар. Новичка захотела себе большого кальмара на гриле, да. Ну мы бы все равно не съели бы рыбное мизе, а сейчас, ну интересно, подача отдельных блюд, как они с каким салатом, там, с чем-то еще смогут подать их. Вот, и, а по цене, что самое удивительное, практически одинаково получилось. Мидии и креветки уже поданы, только соус немножко другой, не такой, как в мизе, тот был вчера покрасненький. Ну, неплохой. Ну, вот так это выглядит. Целый кальмар, рыба и к рыбе. Вообще очень много. Когда мы пришли, еще никого не было, по сути. А сейчас уже ресторанчик начал заполняться, хужин. Ну, изменения по сравнению с прошлым разом есть. Музыка тише стала, ветрено не стало. Но все равно вид по-прежнему потрясающий. Класс, можно тут залипнуть, наслаждаться. Морским бризом, воздух очень приятный, морской, свежий. Рыбку приготовили бесподобную, кальмары офигенные. Счетом принесли арбузик традиционный и салфетка. Что у нас получилось? У нас получилось. Итого 46-40. Второй шарик в нашу коллекцию. Ух, вышли мы из таверны. Вкусненько. Нету того, конечно, эффекта, как тебе носит 10 блюд, но там часть блюд, конечно, можно и не есть на самом деле. Как сейчас, мы весь гарнир и овощи просто оставили. Мы съели рыбу, кальмары, креветки и все. Да, и мидии. Ну ты рис еще помнил. Ну чуть-чуть риса я съел. Чисто для сытности, а так? На самом деле, да, много лишнего в этом рыбном мизе. Если все откинуть, мы все равно все не съедаем. Кстати, по цене получилось то же самое. Так же, точно так же. Мизе вообще считается выгоднее. Поэтому, если вы едете первый раз и пробуете что-то на Кипре, в Греции, то, наверное, берите мизе, чтобы как-то впечатлить. То, что реально оно по цене отлично. Просто, чего, вот считай, мы заплатили столько же, единственное у нас не было осьминожек. Они неплохие, но мы просто не очень любители. Что? Ну, рассказываем. Осьминожек не было, да. А, и в другом соусе были эти твои креветки? Креветки. Это был чесночный соус, но тогда он был круче, мне кажется. Он был пищеный, какой-то креветочный. Ну, может, я еще тоже предполагаю, может, повар другой, они же меняются сменой. У одного такая подача блюд, у второго такая. Ну, рыба и кармары очень вкусные. Вкусная, вот рыбка тоже бесподобная. Креветки всегда невкусные. Я просто даже мидии съел и думаю, блин, надо было все-таки большую порцию креветок взять за 17. Но это вышло чуть дороже. Но большая была порция. Ну, просто на самом деле, реально, если первый раз, то надо брать обязательно в Мизе. А потом уже можно, что понравилось по отдельности. Ну, а что, мы сейчас идем кое-куда. Оля сидит такая насупленная, вся Настя ее ж дергает там. Э, э, вот это, это. Оля говорит, даже насладиться нельзя морепродуктами, нормально поесть. Я говорю, сейчас пойдем искать тебе лекарства от злости. В местную аптеку зайдем. Оля не знает, что это. А я придумал. Я говорю, я знаю, что тебе здесь не хватает. Ммм, какие запахи. Мне же самое любопытное, что это. Да? А угадай. Кофе? Да, это кофе с булочками там какими-то. У меня булочки, наверное, я не хочу. Вот просто латая. Кофеечек, да, выпей. Это кофе, да, лекарство от всей злости и плюс шоколадка к нему, поскольку шоколадка, она, вон, гормоны счастья и радости содержит. Чисто беленький такой отельчик, маленький, миленький. Прикольно. Вонила. Бухтовый рынок, ты хотела сюда заехать? Посмотреть, что почем. Дорого? Ну, что ж, центра Янапы. Что ты хочешь, конечно, будет дорого. Поехали, Настю. Там по 3,50, а здесь по 9. Ух ты! Да не зажрались. Я прикладывала, что по 6, я уже сказала, туристические точки. Ну, так, с нижней центра Янапы. Вон прямо по курсу Gloria Jeans кофе и пусто. Кто, кто просто вечером пьет кофе, да? Только такие, как мы. Ты какой, что тебе еще шарик добавил? Да, я с шариком. Вот так, я иду с шарика. Холодно и пустынно. Тут грустно и одиноко. Пусть один и купить один бесплатно. В ночи. О, это пти. Но, окей. Как много лоте стоит? Лоте. Ход или кофе? Очень холодно. 3.15, 3.65, 4. Ты влоги? Да. Мы сравниваем цену, это разные кофе. Это жопа. Оно открыто, у тебя нет посетителей. Почему? Потому что все сидят сейчас. Пойдемте. Добрый день. Ты тоже. Пока-пока. Смотрите, наши дружбанчики. Вот. Микки и Койот. Кот и супергерои. Пойдем сюда? Кофе Айланд? Ценей чуть-чем по 3 евро не видно. Ну и что там, 6 евро, мне жалко заплатить. Интересно, сколько лата стоит здесь. Панчики. А, как лата, 2,50 и 2,80. Это уже по-божески. Чарли Чаппин. Прикольно, тут латы. И большой, и средний, и в одну цену. Как это так? Ну вот так вот. Почему-то. Но мы взяли все равно, чуть поменьше. 50 евро. Покупайте в магазине Стивбуса за 750 или за 800 севин, не помню сколько. 30 евро. 55, да? 50. 50. Возьмем кофе, чтоб Зая не было злой. Мы заказали два кофе. Будешь кончить? Что? Будешь? С собой? Ну конечно с собой. Его сделали горячим, как я люблю. И трубочки здесь крупные. Супер. Вышли мы из кофейни Coffee Island. Вот так вот выглядит. Очень, кстати, на мой вкус даже неплохой кофе. Он именно такой прожаристый. Вот не кислинка чувствуется, а горчинка, как я люблю. Я не знаю, как бы я огромную ту выпила. Да, я тоже не представляю. Просто странно, у них в прайсе, ну, в ценнике написано, что вот такой вот 2,50, а побольше 2,80. Но когда мы спросили, он почему-то сказал, что и тот за 2,50. Мы хотим, чтоб вы пили больше нашего кофе. В общем, будьте в Айянапе, недорого и вкусно. Я думаю, в кофе лучше бы не было в год. Но он дороже там. Во-первых, там, да, по 3,50 минимум везде. В горе, в Коста и в других кофейниках, где мы были. Ну, как-то 4 евро отдавать за кофе. Ну, даже в Европе, когда мы были, по 2,50. Да, в Италию, да, 2,50 евро. Это самый популярный на Типахстане. Вкусно, очень просто необычный кофе. Мне понравилось. А помните эти буквочки? I love you, Napa. Так вот, вечером они подсвечиваются красивым колдовским фиолетовым цветом. Тут же продают кукурузу. Ты все-таки решила пойти со мной? Да, красиво. Конечно, красиво. Очереди на фотографии, ну да. Жена, кстати, уже подобрела, выпила кофе. Не придумывай. Такая кокетка сразу. Не придумывай. И сразу улыбка на лице появилась. Саш, у меня не было зла это время. Ладно, ребят, это была шутка. Но она реально подобрела. Красиво. И там освещается, переливается огнями. Если бы мы поселились в Пьер-Анне, то мы бы тут каждый день, наверное, так тусили по вечерам. Ну да. Здесь погулять иногда прикольно. Понятно, почему здесь такие длинные лимузины. Обычно они забирают много людей сразу, которым просто очень выгодно приехать вместе. Соответственно, платить дешевле. Набивается компашка после какого-то сабантуйщика и разъезжается по отелям. Тоже не сама густая. Троечка какая-то в самом центре. Я думаю, она внутри очень неплохая. Плюс рядом, вообще два маркета рядом. Ну и до пляжа. Не так далеко на самом деле. Такие вот песни здесь. Жена тут вокруг себя детворы. Говорит, лучше чего на парке. Вот такие караокки на Кипре. Затарились мы и в Плюсе, и в Two Days. Вот, потратили немножко денежек. Ну, тем приятнее. Все, мы укомплектованы домой уже полностью. Сейчас в эту сторону уже ездить не будем. Отведали тоже морепродукты. Вкусно. В большем отпуске. Еще не завершился, но он проходит просто классно. Ребята, приезжайте на Кипр. Я, по-моему, это уже несколько раз говорил, но здесь классно. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами в этом влоге. Мы едем домой. Настюше уже пора спать. Завтра будет очередной влог, и я надеюсь, завтра будет еще насыщеннее, еще увлекательнее денем. Хотя посмотрим, что нам жизнь приносит. Каждый влог у нас непредсказуем. Ну, сегодня мы постарались, чтобы он все-таки был таким, каким мы его хотим видеть. И все, слава Богу, вот так и происходит. Но иногда он действительно получается очень неожиданный и непредсказуемый. Настя и ночная жизнь Айянапы. Да, у Ладушки. Где автобус едет? И тут нас ждал нежданчик. Мы попали на 2 евро. Оказывается, после 9 вечера проезд не 1.5 евро, а 2.50. Зато автобусы до 4 ночи ездят. Ночной тариф. Так вот, мы на полчаса обрознали. Алло, бывает.